Здравствуйте! В эфире Время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Ефимов. Смотрите сегодня выпуски. Василиса Мусихина борется со страшным диагнозом. Чтобы у девочки появился шанс на здоровую жизнь, необходимо почти 5 миллионов рублей. Не смогли договориться. Принятие бюджета города снова под угрозой. Трагедия в гаражах. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал своего знакомого и спрятал тело в машину. Василисе Мусихиной всего полтора года. Девочка каждый день терпит приступы эпилепсии. Иногда их число превышает 20. Болезнь мешает ребенку нормально развиваться. Девочки уже делали операцию на головном мозге. Болезнь отступила на короткое время, но потом снова вернулась. Мама девочки узнала, что Василису могут вылечить в Германии. Денег необходимых на лечение у семьи нет. Мусихины обращаются за помощью к неравнодушным согражданам. Самостоятельно она не сидит с поддержкой. Обычно я ее сажу на диван, где она может с поддержкой спинки сидеть. А так она сразу падает, если ее отпускать. Она не понимает, что нужно сидеть. Василисе полтора года. Она не может самостоятельно сидеть, ходить, держать ложку. На развитие девочки повлияла ее болезнь. Малышке приходится каждый день по несколько раз пить противосудорожные препараты. В специальном блокноте мама Василисы Татьяна отмечает, сколько приступов было у девочки за день. Иногда доходит до 23-х. Первые подергивания ручек и ножек у дочери Татьяна заметила еще в роддоме. Тогда списали это на колики новорожденных. Но на первом же осмотре у невролога появились подозрения. Девочку госпитализировали в больницу в Миасе, а затем отправили в областную больницу. Там Татьяна впервые услышала страшный диагноз – эпилепсия. Где-то 2-2,5 месяца. Примерно было в Василисе, когда мы уже лежали в Челябинске. В Челябинске в общей сложности мы где-то около месяца проезжали. Ну и, в общем, получается, невролог, когда в Челябинске к нам подошла, она мне начала рассказывать, что у ребенка эпилепсия, к чему готовиться, что это непростое заболевание. Ну и, естественно, нужно выяснить, с чего это вообще все произошло. По рекомендации челябинских врачей, Татьяна с дочерью отправились в Тюмень. Там нашли и подтвердили причину приступов – врожденный порог головного мозга. На наше утешение, наверное, несмотря на весь такой нехороший результат, как бы диагноз, что бывает у людей такое заболевание, такие узлы. Но если они никак не проявляют себя, то люди живут и не подозревают, что вообще такое у них может быть в головном мозге. Но так как у нас проявилось это все приступами, то нужно избавляться от узла, нужно оперироваться. В возрасте пяти месяцев девочка пережила операцию на головном мозге. Узел удалили. И ровно на пять месяцев приступы оставили Василису в покое. Но потом возобновились с прежней чистотой. Врачи в поликлинике предложили просто наблюдаться и пить лекарства. Но мама Василисы хочет для своей дочери лучшей жизни. Она изучила болезнь, познакомилась с людьми, которым удалось победить такой же диагноз. Лечение и реабилитацию предложила немецкая клиника. Татьяна связалась с врачами. Ей выставили предварительный счет на лечение. Почти пять миллионов рублей нужно, чтобы дать Василисе шанс на нормальное детство и здоровую жизнь. Таких денег у семьи нет. Одна надежда на неравнодушных людей. Узнать, как помочь девочке, можно в группе ВКонтакте. Маленькой Василисе нужна помощь. Или по телефону нашей редакции 25 0055. Эмоции через край. Комиссия по экономической и бюджетной политике не приняла в первом чтении проект бюджета на 2018 год. Жаркая дискуссия не привела к согласованному решению и даже вызвала обвинения депутатов друг к другу. Первое чтение бюджета заключается в утверждении основных цифр. Детально по статьям он рассматривается в дальнейшем. Но даже первый этап профильная комиссия преодолеть не смогла. Депутаты не решили, как часто они будут вносить правки в бюджет. Либо мы уточняем, как в этом году регулярно бюджет с собранием депутатов и все перемещения, в данном случае я прав, как скажу, и перемещения принимаются и рассматриваются на сессиях депутатов, как мы отработали с вами 16-й год. Либо мы уходим с вами в ситуацию, как было в 15-м году, а именно такой проект решения был предложен финансовым управлением, где мы с вами, если помним, у нас всего было два уточнения, то есть основное уточнение у нас было в декабре уже после того, как мы бюджет на 17-й год. В пределах какой суммы администрация может расходовать деньги без согласований с депутатами? Этот вопрос так и остался спорным. Звучали предложения установить определенный процент или установить планку в 500 тысяч рублей? Для тех, у кого небольшой объем финансирования, 500 тысяч – это будет в оборот упасть. А у тех, кто, например, в управлении образованием, у них объем учреждений более 100 и 100 тысяч, для него это как мертвая припадка. В итоге ни одно из предложений не набрало большинство голосов, а когда и проект бюджета не прошел первое чтение, закипели нешуточные страсти. «Коллеги, я с вами, депутатами, дальше не пойду. Вот и все. Работайте, как хотите, потому что поставленная главой задача, вы ее просто из-за своих меркантильных интересов вы втоптали в грязь». Для выхода из тупиковой ситуации и для того, чтобы не повторять прошлогоднюю историю с принятием главного финансового документа, депутаты на следующий день переголосовали и бюджет в первом чтении приняли. В четверг в 17 часов в конференц-зале администрации проект будет внесен на публичные слушания. Принять участие могут все желающие. Обманутые дольщики МИАСа встретились с депутатом законодательного собрания Челябинской области Валиханом Тургумбаевым. На встрече были подведены итоги уже проделанной работы. Валихан Тургумбаев возглавляет сразу четыре рабочие группы, созданные для урегулирования проблемы дольщиков МИАСа. На сегодняшней встрече были подведены итоги уже проделанной работы. Были озвучены положительные результаты экспертизы недостроя, где долгое время коробка стояла без нужной консервации, и результаты поиска дополнительных земельных участков под строительство в поселке-строителе и Машгородке, которые власти готовы представить инвестору. Рассматривается и вариант привлечения сразу нескольких застройщиков. Под лежачий камень вода не течет, ни шатка, ни валка, но дело движется, комментирует Валихан Тургумбаев. То, что этот вопрос не будет решен одним днем, это 100%. То, что потребуется вмешательство области, а может быть и федерации, по дофинансированию, это скорее всего, что так и будет. Но под лежачий камень вода не бежит, поэтому двигаемся как можем теми ресурсами, которые у нас есть сейчас. Варианты привлечения других застройщиков реален на 100%, комментирует начальник правового управления Мясково городского округа Наталья Мурзина, так как земельные участки под застройку продаются с аукциона, с учетом того, что в будущем в новостройках будут представлены квартиры дольщикам. Таких желающих наверняка мы найдем, потому что это выгодный вариант. Застройщик не платит за землю, в счет этой суммы он предоставляет жилые помещения дольщикам Аркона. Все замечательно и выгодно для обеих сторон. Сегодняшняя встреча дольщиков с представителями рабочей группы прошла спокойно, комментирует Наталья Мурзина, подчеркивая, что работа по урегулированию спорных вопросов не стоит на месте. В гаражном кооперативе на поселке Строители произошло убийство. Сотрудники полиции, прибывшие по сигналу свидетеля происшествия, нашли в багажнике машины тело с множеством ножевых ранений. Что произошло в нелегальной автомастерской, узнаете в нашем сюжете. В одном из гаражных кооперативов в поселке Строителей произошла трагедия. Сейчас они напоминают это лужа крови. Прибывшие на место полицейские нашли труп в багажнике машины. По рассказам очевидцев, в одном из гаражных боксов была нелегальная автомастерская. За починкой автомобиля мужчины нередко злоупотребляли спиртным. Девять постоянно. Постоянно. Постоянно сидят. Скандалы какие-то были. Разные. Часто сидят, отдыхают. Просто приезжаешь, штуки-то делают. Так, отдыхают. Так, чтобы ругань была какой-то. Вообще не надо знать. 21 ноября 40-летний мужчина, занимавшийся ремонтом машин, и его клиент поссорились под влиянием алкоголя. Автослесарь зарезал своего знакомого. Мужчина нанес потерпевшему множественные удары ножом в жизненно важные органы. После чего, с целью скрыть следы преступления, поместил в багажное отделение своего автомобиля труп потерпевшего. И замывал следы крови. Благодаря бдительности свидетелей и работе полиции, преступник задержан и находится под стражей. Ему грозит максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс экспертиз и следственных действий. Наталья Ходоковская, Юрий Карпов, ОТВ. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте телевидения МИАСА. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова